Пояс чемпиона мира как мотивация для юных одноклубников. Дагестанский кикбоксер Кемран Набати завоевал вакантный титул чемпиона лиги RCC Firefight. О том, как спортсмен шел к этой победе и какие ставил перед собой цели, узнавал Курбан Рагимов. Очень дисциплинированный боец, очень дисциплинированный человек и в спорте, и в жизни. Кемрана Набати в родном клубе Скорпион уже давно ставят в пример. Многократный чемпион России, обладатель Кубка мира. 27-летний кикбоксер идет без поражений в профессионалах. После завоевания нового титула прошло лишь две недели, а он уже снова в строю. Двухнедельный перерыв, такой отдых мы сделали. В принципе, это достаточно, даже более чем. Сейчас мы начинаем подготовку, начинаем подготовку к защите пояса. Чаще всего первый этап подготовки проходит у нас в этом нашем родном зале с моим тренером Абдулмасыром Меджидовым. Далее мы ездим по спаррингам в разные залы. В Хасаюрт ездим, там наши сборники первые номера собираются, организовываем там спарринги. В планах есть поехать в Таиланд, провести там сбор, такой небольшой двухнедельный сбор провести в Таиланде, приехать. В основном бываем в Дагестане. Дагестан, Таиланд для нас идеальные, такие две локации, где мы хорошо можем подготовиться к бою. В гран-при за вакантный пояс и статус первого чемпиона РСС «Файрфайт» в полулегком весе сошлись четыре бойца. Сильнейшего определяли за один вечер. Сначала Кемран взял верх над Саидом Асатовым, а спустя час в жестком и бескомпромиссном финале одержал победу над Кириллом Хамутовым. И стал чемпионом РСС «Файрфайт» в полулегком весе Кемран Набачи! Первый бой провел он, конечно же, очень хорошо. Ну, просто там было избиение в одну сторону, боец был на класс ниже него. И, конечно же, мы выиграли его без всяких проблем. Второй бой был, на самом деле, очень сложным, тяжелым. Это тоже воспитанник нашего тайской школы, который тренируется в сильнейшей школе России. Он тренируется в Кемеровской школе. И провели бой, но мы выиграли без какой-то, как говорится, выиграли очень хорошо. После победы в гран-при Кемран ставит перед собой новые цели. Впереди защита титула. Есть мысли о покорении одной из сильнейших лиг планеты One Championship. Также в планах и переход в смешанное единоборство. Я всегда мечтал драться, когда был К1 в Японии, когда проходили, там были собраны лучшие бойцы. И с того времени я мечтал тоже драться с лучшими бойцами нашего вида спорта. Сейчас цель попасть в One FC, добраться до пояса, постараться добраться до пояса, выиграть его. И потом плавно уже перейти в ММА, потихоньку уже начать смешанное. Я думаю, смешанное единоборство – это вышка наших боевых искусств, потому что все виды спорта собраны там. Каждый спортсмен, борец, ударник, они все стремятся в ММА. Каждый новый успех Камрена вдохновляет всех одноклубников. В этом уверен личный тренер Абдулнасыр Меджидов. Волевой и целеустремленный на бати тренируется у него с 15 лет. Первое время в зал приезжал из Буйнакска. Многолетний труд спортсмена с каждым годом приносит свои плоды. Он пришел ко мне в 15-летнем возрасте. С Буйнакска. Первый тренер – Патаха Вису, второй тренер – я. Ситуация такая. Когда, допустим, младшее поколение, спортсмен видит, как растет взрослое поколение, это их мотивирует. Вот сейчас вы видели, как аплодировали его же одноклубники, скажем так. Да, и я думаю, что, конечно, мотивация всегда есть. Просто боец, он должен быть, для того, чтобы выступать на таких сильных турнирах, он должен быть готовым. Это мотивация, да, да. Ребята приезжают, это же не просто. Ребята с Махачкалы здесь, с соседнего дома, они проходят стабильно и опаздывают. А ребята с Буйнакска приезжают, как бы, да. Значит, они что-то хотят же. После небольшого отдыха кикбоксер приступил к усиленным тренировкам. Защищать свой титул Кемрам будет осенью. Имя соперника пока неизвестно. Курбан Рагинов, Салман Гетехмаев, телеканал ННТ, Махачкала.